Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о прекрасной, чудесной эмоции обида. Почему я, не являясь психологом, имею право говорить об этой эмоции и даже сделать какие-то выводы по ней? Потому что я коуч по актерскому мастерству, и на уроках по актерскому мастерству мы проходим различные эмоции. Кстати, есть прекрасный видеокурс, который называется 13 живых эмоций. Это 6 уроков, видеоуроков, которые вы можете пройти самостоятельно. Ну что ж, а теперь мы вернемся к нашей эмоции обида. Первое, что я бы хотела сказать, ребят, когда вы ее испытываете, радуйтесь. Реально радуйтесь. Почему? Потому что когда вы испытываете обиду, это значит, что вы так не поступите, как поступил с вами этот человек. Эмоция обида зарождается в нас тогда, когда несправедливо поступили по отношению к нашей личности. Эмоция обида возникает в противоположность действиям нашего обидчика. На человека, на которого вы обиделись, вы имеете право на него обидеться, потому что вы бы так никогда не поступили. Вы обижаетесь на то, что вы бы никогда не сделали. Представляете, когда у вас крадут деньги, это обидно, но это говорит о том, что вы никогда так не поступите. Вы большие молодцы. Или когда ваша половинка вам изменяет, это обидно, но это говорит о том, что вы никогда так не поступите. Или когда у вас берут без спроса ваши вещи, и это вызывает обиду, но это говорит о том, что вы никогда так не поступите. Что вы большие молодцы. И когда вы испытываете эмоцию обида, на самом деле гордитесь, что вы можете испытывать ее. Ведь потому что вы так никогда не поступите. У вас другие моральные устои, у вас другие моральные принципы, и вы совершенно другого воспитания. Вы совершенно другой человек по сравнению с тем человеком, который вас обидел. И это ли не прекрасно, друзья мои? То есть, если ваша сестра, допустим, взяла ваше любимое платье, одела и пошла на свидание, а вы пришли домой и тоже решили одеть это платье. И вдруг вы видите, что его нет, и понимаете, что сейчас в вас зарождается эмоция обида. Вам обидно от того, что вы раз за разом говорили своей сестре, не бери, пожалуйста, это платье, не бери мои вещи. Мои вещи для меня очень важны. Но сестра вас не услышала и в очередной раз взяла ваше платье, и вы обиделись. И в этот момент вы задаете себе вопрос, а почему я обижена? Научитесь задавать себе вопрос, почему я обиделась? Почему я сейчас испытываю эмоцию обида? И это вас приведет к тому, что вы сделаете элементарный вывод. Я никогда бы не позволила себе взять чужие вещи. И это правда. Но когда вы обиделись, здесь уже другой вопрос. Как вы себя поведете? Живя с кем-то, со второй своей половиной, будете ли вы с ним не разговаривать неделю? Да, я на тебя обиделась, я тебе сейчас покажу, кто здесь главный, и просто перестанете разговаривать. Или лишите его, так сказать, возможности заниматься сексом. Или, допустим, вы решите отомстить человеку. Это немножко такое детское поведение. Поступайте, пожалуйста, не так, как этот человек, и не идите на ругань, не идите на конфронтацию. А постарайтесь в этот момент перевести вашу беседу на ярд сообщение. Это, конечно, немножко другая тема нашего видео. Это очень большая, обширная тема. Но если вкратце, постарайтесь разговаривать с другим человеком посредством своих чувств. Скажите ему, что мне сейчас обидно. Потому-то, потому-то, потому-то. Коротко о Я-сообщениях. Я-сообщения бывают внутренними и внешними. Внешняя цель Я-сообщения. Помочь вашему собеседнику узнать о вас, о ваших чувствах, желаниях, намерениях. Помочь узнать о вашем эмоциональном состоянии, вашей реакции на происходящее. Примеры. Я радуюсь. Я люблю. Я злюсь. Я возбуждена. Я очарована. Я сержусь. Я боюсь. Я разочарована. Я стесняюсь. Внутреннее цель Я-сообщения – это помочь себе снизить накал своих чувств и ощущений. Я-сообщение поможет вам общаться бесконфликтно и добиваться от собеседника нужных вам действий. То есть старайтесь разговаривать с человеком через Я-сообщение. Не ты, ты берешь мои вещи. Ты понимаешь, что ты можешь сама сходить и что-то купить. Человек в ответ начнет тоже агрессивить. И он начнет обвинять вас в чем-то. Ничего хорошего от этого не будет. Итак, мы запомнили, что когда мы обижаемся, мы ведем себя как взрослые люди. Разговариваем как взрослые люди. Обида – противоположность действиям обидчика. Это мы помним. А вот как делать эмоцию обида? Добро пожаловать ко мне на урок по актерскому мастерству, где вы быстро сможете научиться испытывать не только обиду, но и другие эмоции, также и положительные. С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Расскажите об этом видео своим друзьям в соцсетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!